Накануне во дворце спорта «Звездный» в ожесточенном поединке администрация сразилась с работниками аэропорта. Разумеется, без рукоприкладства. Свою силу участники команд показали на игре волейбол. Кто оказался на ступень ближе к финалу благотворительного турнира, расскажем в сюжете. Позитивный настрой боевой. У нас цель не побеждать, участвовать, организовывать, чтобы это все перерастало в такую зрелищность. У нас с каждой игрой зрителей становится все больше, и участников в том числе. На следующий год, думаю, вдвойне расширить как список болельщиков, так и участников. Это сражение открыл глава города. Именно на него команда возложила ответственную миссию – сделать первую подачу мяча. Ликующих болельщиц было много, но не только у ночных сов. Кстати, именно так назвала свою команду администрация. Тренироваться приходится фактически ночью, потому что завода времени нет. А сова – это символ города? Первая партия началась уверенно, но не для ночных сов. Собрав всю силу в кулак, они обогнали своих соперников, а уже к концу сета их очки сравнялись. Но команда аэропорта поднажала и одержала победу. Вторая же партия давалась им уже не так радужно. Управленцы держались стойко и уже приближались к заветному успеху, но их планы вновь нарушили оппоненты. Игра закончилась со счетом 2-0 в пользу сотрудников воздушной гавани. В целом у нас такие были, ну, довольно-таки насыщенные тренировки. Вот наш руководитель как бы снимал нам зал, мы тренировались. Команда, конечно, ну, сейчас, сами понимаете, у нас, ну, время непростое, ковидное, так скажем. И, соответственно, как бы меры безопасности и все остальное. Вот. И в течение где-то, наверное, полутора месяцев были тренировки. Вот. Вот. Собрали коллектив неплохой. Вот, отыграли. Финальный поединок состоится в газовой столице уже 1 апреля. Поддержать благотворительный порыв команд может каждый, купив билет на галоматч. Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24.